Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Истворение святителя Анна Златоуста Слово на Святую Пятидесятницу Слово третье Не позволяет мне бояться бедности своего языка Та благодать, которая сегодня раздала языки Которая поставила необразованных людей учителями мира Которая избрала рыбарей, вораторы А мудрецов мира посрамила в их поверхностной мудрости И по какой другой причине толпы людей, зараженные долослужением Устремились к благочестию? Почему они забыли о рабстве демоном, этим многочисленным их господам? Почему незначительное число учеников могло состязаться против полчищ людей А вместе с ними и демонов Если б оно не было вооружено огнем божества Сегодня излились при посредстве огня источники благодати И пламя, устремляющееся при дуновении ветра, сообщает дар духа Извещая своих учеников об этой благодати, Христос говорил Не оставлю вас сиротами Отец посылает вам иного утешителя Восшествие Господня на небо служит ручательством сошедствия оттуда духа Надлежало принявшему Иисуса получить также и духа Для того, чтобы дело боговедения в них достигало все более и более совершенной степени Итак, Иисус, восприяв человеческое естество и вид сродный с нашим Восставил людей к принятию духа Он говорил Еще много имею вам сказать, но вы не можете принять Когда же приедет утешитель дух истины То наставит вас на всякую истину После меня придет тот, кто одинаковой со мной сущности Явится к вам тот, кто от отца И кто равен отцу по своему существу Итак, то, что было возвещено им словами Они увидели исполнившимся на деле Касательно чего получили обещание Исполнение того твердо ожидали Когда наступил день Пятидесятницы Между вознесением Господним и сошествием духа Прошел короткий промежуток времени Обещание Спасителя исполнилось самым делом Сон апостолов, крепко держась за Господне обетование Как бы за некоторые якорь, ожидал явление духа Когда течение дней достигло до числа Пятидесяти В пределах которого круг Семи Седмиц Обращаясь по законному порядку Ограничивается праздниками Тогда происходит сошествие духа Но он не восприял, не воспринял плоти Как Сын Явился не в образе человека И не вид голубя указал на пришествие духа Как, например, в струях иорданских Потому что владычная сущность Является так, как хочет Но с неба загремел гром, как бы труба Своим звуком Препобеждая всякую силу слуха И прилетевшее пламя произвело огненные языки Разделение огня было матерью языков Разделяясь, языки садились на теме учеников Таким, следовательно, был образ Пришествия духа Господом избирается настоящий день Предпочтительно перед другими Он пользуется этим праздником Не без основания И не из торопливости И не по прошествии праздничного дня Не сводит духа Почему? Только следующие три праздника У иудеев всенародны Первый Пасха В которой, принося в жертву ангца Они не узнали истинного ангца И, почитая образ Противозаконно поступили с виновником образа Чьей тени поклонялись К явлению того отнеслись с пренебрежением Второй праздник Следующий за первым Назван Пятидесятницей Как совершаемый спустя семь седмиц После того В эти праздники воспоминались тени Подобие пустыни Данные праздники необходимо собирали В один город всех вместе иудеев Так как во время первого праздника Был водружен крест И было вознесено на него страдание Причем зрителем до то ли Являлся весь иудейский народ Члены которого по своей воле Не ведали чудо воскресения Проявляли неверие Скрывали это чудо Клеветали То в следующий затем праздник Когда по предписанию закона Опять все иудейские колена Собрались в одно и то же место Благодать улучшив надлежащее время Изливается на учеников И обращает к себе очи и уши всех Для того чтобы Изливаемый на христовых учеников Дар свидетельствовал о воскресшем Для того чтобы те которые не поверили Христу Христову воскресению Видели неспосылаемые с небес дары И для того чтобы посылавшиеся Запечатать гроб Сделались зрителями небесных чудес Итак Звук грома Огонь с неба И божественная сила Удостоверяли явление Духа Таким же некогда образом Колебалось пламя и на Синайской горе И Моисей среди огня Выслушивал от Бога законы Теперь устремлялось иное От высшего огня Пламя Спускавшееся на головы апостолов Тот кто тогда воздвиг Моисея Для сообщения евреям закона Теперь совершил сказанное Для спасения народов Поэтому к нынешним чудесам И присоединено воспоминание Чудеса древнего времени И снова Посредствующим началом Служит огонь Сходством созерцаемого Доказывающий Что тот же самый Бог Свидетельствует о себе И настоящими чудесами В виде разделенных языков Сообщается благодать для того Чтобы сделать принимающих Ее учителями Чтобы шествуя в огне Они стали наставниками Вселенной Некогда дерзновенное Столпотворение Было причиной разделения Дотоли одной у всех речи И одного языка И разногласие языков Положило конец Предпринятой против небес войне Бесчисленные языки Произносили бесчисленные же звуки Не встречали одинакового У всех слуха Который понимал бы Все говоримое Разделение языков Повлекло за собой разделение мыслей Расстроенный язык Сковал руки строителей Теперь же благодать Соединила уста Разделенные языками В язык Понимаемый каждым В отдельности Расширяя через это Границы наставления И прокладывая Многие пути веры О, необыкновенные чудеса Говорил апостол И получал наставление Индиец Говорил еврей И поучался варвар Развучала благодать И слух воспринимал слово Готы понимали речь И эфиопы язык Персы удивлялись Говорившему И варварские народы Были укрепляемы Одним языком Сколь много племен Замечалось в человеческом роде Столь же многими языками Изобиловала и благодать Разделяемое естество огня Умножает деятельность Богатство благодати Служит источником света Опять Естество огня Возгораясь Не уменьшается от этого Напротив Сообщение огня Все новым и новым предметом Лишь усиливает его Так и излияние благодати Увеличивает ее волны Один светильник Возжигает бесчисленное множество факелов И все они светят ярко Однако Сияние света его Не ослабевает Так и благодать духа Переходя с одних на других Наполняет собою и последних И тех С кого на этих Переходит Итак Прежде всего Благодать Сошла на апостолов И овладела ими Как бы крепостью Через них Разливаясь на верующих Все наполняет И однако Волны благодати Не уменьшаются Спустился огненный язык Каждый ученик Был вместилищем Бесчисленных языков Ученики обращались С речью присутствующих Выступая на подвиги Учения Присутствовавшие Причуде Были зрителями Множество слушателей Различающихся Друг от друга По своей народности Ясно понимало Апостольскую речь Убеждавшую их Родными Для каждого Словами Через прикосновение Огня Как бы путем Окрашивания Получая дар речи Апостолы Воспринимали знания Имеющие Невременное Происхождение И вера была Предметом наставления И благодать Предметом удивления И Бог Предметом познания Однако Иудей насмехался Клеветнически Объяснял Чудо Как состояние Опьянения И таинство Благодати Называл делом Свежего вина Что говорит Писание Что они Напились Вина О столь Обычная Иудеям Неблагодарность Примив Соображение Время Иудей И сдержи Свой клеветнический Язык Где свежее вино Когда уже Наступает Время Жатвы Когда только Что наступила Весна Где может Иметь место Мысль о свежем Вине Принимай Соображение Время Года И обуздывай Свой язык Что же Петр Первенствовавший В отношении К дарам Духа И забиловавший Благодатью При исполненной Огня Он Пользуется Своим Языком Для защиты Языков Он Говорит Что Сии Люди Не пьяны Но Сии Есть Реченное Пророком Иоилем Излию От Духа Моего Пророк Проповедует О море Благодатных Дарований Излию Говорит От Духа Моего Но Не сокращено Ли Затем Русло Не Для Иудеев Ли Только Назначается Этот Дар Никоим Образом Излию Говорит На Всякую Плоть Познакомившись С пророчеством Обратите Внимание И на Его Исполнение Язык Духа Предшествовал Пророческому Языку Будем Просить О том Чтоб Излилась На Нас Хотя Капля Той Благодати Дабы Сохраняя Воспоминания О тех Чудесах Мы Вкусили Доставляемую Ею Пользу А Если Есть Соответствующее Расположение Сердца То Дар Ниспосылается Быстро Потому Что Один И тот Же Бог Который Действует Вся Во Всем Его Сила И Держава Бесконечные Веки Веков Аминь Боже Милый Держава